итак продолжение массажа мануального массажа ног со стороны сзади лежа со спины вот мы перешли к массажу голеностопа для этого поставили голеностоп на сустав ну и всего вертикально да так как мы обрабатывали основном маслом спереди да я вас предупреждал что надо немножко маслица оставить на запас на стопе для этого мы его снимаем и там еще осталось сухо дополнительно растираем размазываем масло растерян достаточно энергично это приятное движение ножка согревается после этого такой щипковый инструмент у нас получается большой палец против всех остальных пальцев он нас тут на самом гораздо сильнее поэтому даже четверо других братьев мы с ним не справиться их даже у четверо как ущипаем и врезаемся в ткани отделяя их от кости от самой бедренной кости кости это выглядит примерно движение они идут это тоже сверху вниз посвете по диагонали 23 прохода так сделали и дальше спустились ну вообще вот массаж не все люди приходят чистые там с педикюром с маникюром да поэтому как вот так вот немножко перейдя в поэтическую визуализацию я представляю что это вот саксофон то есть как игра на саксофоне всякие кнопочки нажимали потыкали распрямили настроили вот это вот изящную форму опять же этот лимфа косточки любовным круговыми движениями сводим сводим вниз и далее можно сделать положить много на плечо ну либо наложить даймин тряпчу вот укрываем плечо подзем ногу и прорабатываем отделяя от кости ладонями всю икру можно нужно всем предплечье вот такой вот через движение когда мы помните ролик проходили да ну тут такой ролик с небольшим забором росте все и кроножные мышцы в одну сторону кого завернула потом раз и обратно в одну и обратно протяжку сделать потом переходим к массажу стопы но об этом мы расскажем в следующем видеоролике а сейчас я хочу в этом свете рассказать еще кое-что про некоторые нюансы в работе если во время массажа ног часто бывают судорога да судорога это что такое это когда спазмироваться мышцы она вот такая становится плотной сокращенный да поэтому нам действовать противовес этому мы должны но чаще что бывает от этих мышц до от большого пальца стопы да мы нагибаем палец и растягиваем стопу тоже вниз вот так вот это место дополнительно можно ощупать где сам сформированный участок такой плотный как такая дощечка будет и его продавить соответственно если судорога здесь то растягиваем также игру растягиваем да и продавливаем это место если судорога здесь то растягиваем ногу обратную сторону максимально это получится когда мы за колено надо чтобы не лежал на столе на колено вытащить снаружи чтобы было вольно и проживаем тогда эту точку вот здесь можно насколько секунд прожимать вкусил это допустит но обычно там максимум 5 секунд да и потом поражали да и потом раз раз и всю эту кровь сдвинули вверх себе того чтобы не было синяков вам надо любое нажатие потом проминать еще раз всю массу и кровь пускать вверх вверх нам быстрее уходил быстрее утягивался это зоны если очень спазмированные икры то например да но они прям жесткие такие есть такие точки они же и болевые и акукунктурные и они на воздействию грубо говоря это понятно почему болевые потому что это воздействие на седаешь нерв вот от сгиба или стороны колена примерно 5 сантиметров но это где-то три пальца отступаем первая точка и чуть-чуть наружу это конца сантиметра 2 вот так терпим или больно прожимаем потом далее у нас икры заканчивается примерно вот здесь сами мышцы дальше на сухожилия вот на этом расстоянии делим его пополам получаем еще одну точку следующее расстояние 9 пополам получаем еще одну точку и в конце этого место вот еще одну точку давление на точке такой же как мы делали на плечах когда проходили то есть нажатие идет примерно 5 10 максимум 15 минут человек делает на вдохе вдохнул задержал дыхание и отпускает он чувствует как у него сами мышцы начинают расслабляться и боль болевого синдрома уходит далее есть мышцы вот по центру бедра чуть чуть выше чем центр здесь с этой стороны с внутренней стороны с наружной стороны и на 8 сантиметров чуть выше на бедре получается точка где седалищная кость от нее чуть наружу снаружи песнику делаем там как раз стыкуются с с головкой перцового кальций кости вот если хотите может поближе посмотреть на схеме потом там как раз мы прижимаем это место дальше нервы и там же и проходит грушевидная мышца но это уже стимулируем теперь смотрите чтобы быстро если ваша задача очень быстро разблокировать всю ногу до человек пришел за пять надо сделать спортсмен очень очень полезно то вот эту часть мы делаем за счет нажатия на эти точки и человек сам должен двигать при этом стопой не так полностью распрями еще раз на дни распрями не двигает постоянно молодец ведь работает игра а мы в этот момент и раз и . это больно больно надо претерпеть все разжали и после этого может вам заметить насколько она стала мягкая то же самое и с верхней части то тогда надо поднимать колено поднимаю так и пускай полностью до конца до прямого угла я пускай пускай вот теперь нажали поднимай и работа дальше пускай опускайте сборчивость боль все идет опускай опускай пускай доходим до верха ведра все расслабились вот еще одна такая точка есть но она практически таких интимных местах находится как в паху это не . это мышца она здесь как бы заканчивается и прячется она идет на самом деле внутри живота выстилать живот повздошно там нарисовано это то есть мышцы идущие от всех пяти пояснических позвонков к верхней части бедра внутри учатся за брюшиной они собственно говоря и привозят могут так вот сверху ниже да и в сторону вот про это вообще ни в одной школе не говорят и редко как у нас даже вообще вообще понимает человек он ложится на стол уже можете заметить что у него коленки внутри или наружу да это значит вот эти мышцы либо растянуты либо укорочены как мы находим на ногу развернуть немножко наружу важно и тут мы помните не будет вот вот это вот мышцы там внутри находится она такая да примерно спали с большой пальцы такая и вот но она нежно тогда поэтому на нее давить не надо и не надо напрямую массировать мы ее нашел да да она там вот это жесткая вот она такая жесткая ну поэтому я не массируем это болезнь вот мы ее нажали и поэтому мы ее вибрируем подробнее пожалуйста но вообще-то может очень полезно да пахло мышцы для секса полезных дополнительно стимулируем вот можно даже еще мягче до трясение или так и вот мягкое разминание то есть мы на нее нажали одним большим пальцем да и что будет не движется сейчас вот на коленях чуть-чуть покачиваем все легкие такие движения женщина особенно полезна так ну на сей раз достаточно для одного видео и так много нюансов мы перейдем в следующем сайте к массаже непосредственно стопы а если вы придете к нам на тренинг то вы получите еще гораздо больше потому что ну ей богу не все помещается в видеозаписи тут есть такие нюансы такие приколы и такие важные вещи которые которые вы просто не узнаете потеряете если не придете к нам пока